Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». У вас уже 20 000 и поэтому сегодня мы приготовили для вас что-то особенное. Мы разберем первый пятицилиндровый дизель Volvo собственной разработки. Volvo D5. В шведской компании Volvo работают прогрессивные инженеры. Уже в 1990-х годах они запустили в производство модульные четырех, пяти, шести цилиндровые бензиновые двигатели. На основе них сделали свой первый пятицилиндровый дизель с алюминиевым блоком. Возможно, в чем-то они вдохновлялись рядной пятеркой от Audi 2.5 TDI, которую закупали в начале 2000-х. Напомним, что до этого двигателя на большие Volvo 850, S70, S80 устанавливали двигатели с легковым блоком от Audi и ГБЦ от коммерческих Volkswagen. В 2001 году на Volvo дебютировали двигатели огромного семейства D5244T, младший 136-ти сильный дизель, который обозначался индексом 2.4D, и старший 163-сильный D5. Двигатели этого семейства практически не отличаются между собой. Их было создано около 23 модификаций. Кстати, производство закончилось совсем недавно, а самый мощный D5 развивает 230 лошадиных сил. Мы разбираем как раз первую версию мотора D5, снятого с Volvo XC70 2004 года. На данные двигатели устанавливалась топливная система Common Rail от Bosch 2-го поколения и турбина с изменяемой геометрией. Эти двигатели развивали до 200 лошадиных сил. Напомним, мощность нашего мотора 163 лошадиных силы. Первые двигатели D5 с индексом T и T2 самые надежные и не капризные. Здесь нет заслонок в впускном коллекторе, нет сажевого фильтра, простейший клапан EGR, который не вызывает нареканий. Кроме того, турбина здесь изменяемой геометрией и простым вакуумным актуатором. Вообще, на этом двигателе меньше электроники, чем на более свежих версиях. Вся эта простота закончилась в 2006 году. Примерно до мая 2006 года на двигателях D5 использовалась турбина с изменяемой геометрией. Она надежна, разве что могут подклинивать лопатки геометрии. Потом на D5 начали ставить турбину с электронным актуатором, да еще с охлаждением картриджа, антифризом и маслом. Так вот электронный актуатор доставляет проблемы. Там изнашиваются шестеренки привода. Некоторые наши комментаторы пишут, что в турбине должен быть и поперечный и продольный люфт. Отвечаем. Поперечный люфт может чувствоваться, продольного люфта быть не должно. Продольный люфт измеряется микронами и мы просто его не сможем почувствовать пальцами. И про турбину. Турбина у нас сухая и без посторонних люфтов. Затем на этой модификации мотора во впускном коллекторе Вихревых заслонок нет, они появились позже и создавали много проблем своим владельцам. Посмотрите, как интересно впускной коллектор крепится к головке блока. Вот очень большая обширная площадь. Здесь много сажа, но это абсолютно нормально для дизельного мотора. На двигателях Volvo D5 Euro 3 устанавливаются форсунки с указанием классности. Класс указывает на параметры форсунок. Встречается первый, второй, третий, четвертый класс. В данном случае у нас форсунки второго класса. Класс форсунок оказываются цифрой на кружочке, либо последней цифры в номере. Классность форсунок нужно учитывать при их замене на новый или carretenus. Можно поставить форсунки одного класса. Можно поставить другого 학 CHAN. Но если вы ставите форсунки другого класса, то эту смену нужно прописать. Можно установить на двигатель две форсунки 4 класса, которые считаются ремонтными без прописки. Но если на наш двигатель вы поставите форсунку первого или третьего класса, то двигатель будет работать безобразно. А вот на двигателях D5 Euro 4 с мая 2006 года при смене форсунок надо прописывать их индивидуальные IMA-коды, которые характеризуют индивидуальную производительность форсунок. Эти форсунки не блещут надежностью. Их желательно хотя бы раз в год отвозить на проверку на стенд. И небольшое лирическое вступление к моторам D5, которые пошли после 2007 года. Там привод навесных агрегатов состоит из трех отдельных ремней. Там ремень генератора рвется, заскакивает под этот кожух, попадает под ремень ГРМ. И тогда мотору... Да, вы все правильно поняли. Volvo проводила отзыв всех моторов, выпущенных с 2007 по май 2010 года. Меняла там ролик и ремень, потому что они были реально косячными. Привод ГРМ здесь с зубчатым ремнем. Ходит он без нареканий. Главное не пропустить его замену. И первый раз мы видим пятицилиндровые распредвалы. Распредвалы без износа и в прекрасном состоянии. Два распредвала. Впускной распредвал приводится в движение ремнем, а выпускной распредвал приводится в движение двумя шестернями. Кулачок распредвала давит на рокер, а рокер давит на клапаны. В моторах D5 при пробеге свыше 300 тысяч километров бывали случаи выхода из строя гидрокомпенсаторов, то есть из-за несвоевременной замены, из-за плохого масла и так далее. То есть, если гидрокомпенсатор выходит из строя, это будет слышно по характерному стуку, звенению, бубнению в районе воздушного фильтра. Кроме того, двигатель потеряет мощность. Если гидрокомпенсатор просядет, то в лучшем случае клапан перестанет открываться, а в худшем случае рокер ляжет на бок и кулачок распредвала неудачно бомбанет по рокеру. Соответственно, конец распредвалу. Мы проверили все гидрокомпенсаторы на этом моторе, они должны быть упругими, они такими и являются. Также посмотрели все ролики на рокерах, они тоже без износа. Вы просили, мы показываем, что вот вам головка блока, вот вам клапаны. Мы первый раз разбираем мотор от Volvo и ощущение добротности нас вообще не покидает. Все сделано массивно, не видно никаких следов экономии на чем-либо. Блок цилиндров нашего шведского дизеля алюминиевый, гильзованный. Состояние его, не побоюсь этого слова, идеальное. Просто как с завода. Хон присутствует, задиров нет. Все очень чисто, красиво и хорошо. Такого поддона мы еще не видели. Чистый и белый, как шведский снег, без примесей и нагара. Состояние, ну как с конвейера. Вот это просто зашибись. Реально жалко разбирать такого красавца. Но вы понимаете, где вы можете найти и купить моторы в таком состоянии. Да, конечно, в «АвтоСтронг-М». А вот это маслозаборник. Он тоже выглядит как новый, как будто его только что достали из коробки. И, слава богу, мы нашли потертости на графитовом напылении в поршнях. В противном случае, вы бы сказали, что мы разобрали мотор, который не ездил. Поршни у нас на 5 баллов. Маслосъемное кольцо не закоксовано. Компрессионные кольца не залегли. Шатунные вкладыши в отличном состоянии. Генера. Генера. Субтитры сделал DimaTorzok Вот оно, правильное шведское решение. Звезда коленвала устанавливается на шлицах, а не на шпонке, либо просто прижимается, как на некоторых моторах. Вот один из гибридных коренных вкладышей на нашем моторе. Он с полукольцами. По-моему, состояние тут без комментариев. Я думаю, все согласятся, что можно сейчас определить состояние этого коленвала на глаз. На глаз он офигенный. В очередной раз мы разобрали офигенный контрактный мотор. Все его детали идеальные как снаружи, так и внутри. Вы знаете, где найти эти детали. А если не знаете, то напоминаю, на нашем складе на Домбровской 15. Я бы на вашем месте поторопился. И, кстати, мы уже установили отличный контрактный мотор и коробку на нашу BMW в проекте EBIT и CRUSHIN. Поэтому, чтобы не пропустить новую серию, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите на наш сайт. Покупайте настолько хорошие запчасти. Подписывайтесь на наши соцсети и помните, с вами была компания «АвтоСтронг-М».